Всем привет! С вами Динамо ТВ и ее ведущий Саша Строг и Юра Абрамов. Но сегодня нас не двое. Мы рады вам представить нашего третьего, самого юного помощника, 13-летний работник нашей пресс-службы Артем Подмаска. И мы начинаем! Уже несколько раз в этом сезоне наши болельщики могли увидеть на нашем официальном сайте послематчевые отчеты от совсем юного 13-летнего журналиста. С Артемом мы познакомились после конкурса, который проводился под экидой УЕФА на матче БАТЭ Динамо. К сожалению, выиграть конкурс у Артема не получилось, но с тех пор у нас завязалась настоящая дружба, и Артем начал помогать нашей пресс-службе, как нештатно и в ее работе. И пришло время рассказать вам про него. Меня зовут Артем Подмаска, мне 13 лет. Люблю изучать иностранные языки. Сейчас хочу изучать польский. Расскажи, почему ты решил заниматься спортивной журналистикой? Чем тебе это стало интересно? Это мне стало интересно после того, как я решил просто заниматься журналистикой, потому что я очень любил писать, и у меня это достаточно хорошо получалось. Расскажи, а сам когда-нибудь футболом занимался? Да, я играл с 6 лет, 4 года в команде Дюшер Динамо. Именно тогда я полюбил футбол. Начал ходить на Динамо и болеть за него. Расскажи, кто твой самый любимый игрок в нашей команде? Кто тебе нравится больше всего? Больше всего мне нравится Артем Быков, так как он дирижирует многими атаками, которые приводят к голам. И было очень обидно, когда он получил травму в матче Динамо-Мисс к Динамо-Брест. Какие ты вспомнишь самые лучшие игры нашего клуба в этом сезоне? Что тебе запомнило больше всего? Больше всего мне запомнилось Динамо-Мисс к Динамо-Бресту. И классика. А чем именно? Напряженные валидольные матчи. Особенно, когда за 10 минут до конца Динамо все проигрывали два мяча в матче в этой Динамо. И отыгрыш, особенно по веку Ротковича к фанатскому сектору, это было достаточно круто. Скажи, Артем, что ты чувствуешь, когда ты находишься в зале для пресс-конференции среди журналистов и когда перед тобой выступает главный тренер? Я сначала чувствую волнение, но когда я поднимаю руку и Сергей Воровский улыбается, глядя на меня, все проходит, я спокойно могу задать вопрос. Артем Подмаска, можете ли вы сказать, что второй тайм в исполнении Динамо был одним из лучших после того, как вы стали на пост главного тренера? Здесь, конечно же, только второй. Ну да, второй тайм. Второй может быть. А первый будет лучший. Расскажи, ты уже успел написать несколько материалов для нашего клуба на официальном сайте. Ты задаешь вопросы на пресс-конференциях. Скажи же, чем бы еще тебе хотелось бы заняться именно как работник пресс-службы? Мне бы хотелось задавать вопросы не только тренерам, а еще и игрокам и выезжать с командой куда-либо. То есть быть не только на тракторе, а на других стадионах. Желание детей всегда приятно исполнять. Поэтому поводом для нашей очередной встречи стало награждение команды по итогам сезона 2016, на которой Артем вдоволь наобщался с нашими футболистами, главным тренером и другими работниками нашего клуба. Насколько сложно управлять командой, когда возглавляешь ее в середине сезона? С одной стороны, легко, как говорят, и не отвечая за то, что было раньше. А с другой стороны, конечно, нужно быстро войти в игровое русло, чтобы темп команды обязательно не сбавляло, а наоборот прибавляло однозначно. И если ты приезжаешь в новую команду, то сложнее. Но если ты уже знаешь игроков и был в этой команде, и уже представляешь, что может каждый из ребят, то это немножко легче будет. Поэтому брать сегодня, нынешний сезон, то мне входить в команду было, потому что немного проще, чем если бы я приехал и знал команду. Команда набрала отличный ход в конце сезона. Один из побед подряд тому подтверждение. Как вы думаете, это за счет самоотдачи ребят в конце сезона или за счет тактических перестроений? Ну, всегда успех – это не одна какая-то составляющая процесса, а здесь все вместе, и в первую очередь это, конечно, самоотдача игроков, тактика, но самоотдача игроков, возможно, только когда они физически находятся в хорошей форме. Поэтому все вместе, и да, вот этот результат. Хотя концовку немножко мы смазываем. Динамо-то пришел, как был защитник, а потом стал защитником. Насколько было непривычно в новой роли? А потом как это произошло? Да почему непривычно? Для меня такие все очень даже привычные. Я играл на позиции центрального защитника и сборной, поэтому никого дискомфорта не чувствовал. Произошло так это, сломался Ян Тигарев, и тренер подошел, и спросил, сможешь ли ты сыграть на этой позиции, я ответил, конечно. И пошел, иначе выиграли. А ты был удивлен, когда тебя почти сразу же в основу поставили после дебютного матча? Ну, да, был удивлен. Разговаривал с тренером, все хорошо, команда поддерживала. Память шутки. Долго думал над продолжением катаракты с Динамо или сразу же подписывался? Нет, предложения были, конечно, но я были. Максим очень говорил, что хочу остаться, поэтому вопросов не верно. Насколько тебе понравилось играть в Динамо в этом сезоне, и считаешь ли ты себя Динамосом уже окончательно? Ну, как может, мне нравится играть в Динамо, естественно, мне нравится. Это очень большой клуб, естественно, этот сезон, в общем, для нас бронзовый, но медали тоже светят, поэтому все будет хорошо. Смотрим с оптимизмом, да? На многих фотографиях в Инстаграме ты был стильным, и сегодня ты пришел очень стильно. Насколько ты любишь удерять внимание внешнему виду? Да, нет, это так. Просто получается, да. Да, ну, просто, ну, как естественно, все же хорошо удеваются. Для меня это не исключение, поэтому надо брать лучшее, как вы, во-первых, я сказал. Всех с окончаниями сезона! Всего желаю самого хорошего и с наступающим! Первого декабря футболисты Динамо совместно с коллегами-товарищами из БАТЭ собрались в торговом центре Ленинград, чтобы выступить в благотворительном матче. Тут организовали все очень хорошо, как бы особо и место так просторно. Ну да, в Труе играют. Атмосферы здесь хорошие создали. И руководители, и ведущий Динамоша вон пришел. Так что, ну, все очень весело. Нет такого, что грустно. Если весело, значит, хорошо организовали. Нет, играть в футбол в стенах магазина никто не собирался. Футболисты совместно с нашим талисманом, это Динамоша, если кто еще не знает, устроили импровизированную тренировку. Началось все с небольшой разминки и игры в стеночку. Продолжилось пробитие в пенальти, не без помощи наших исполнителей. И, наконец, мастер-класс от любимого футболиста. Сергей, у нас парень габаритный, большой. Плечами почти всю рамку перекрыл, так что очень тяжело было забить. Кто из наших ребят пробил в потолке дырку? А это я не знаю, это, может, с БТ, ребята? С БТ, ребята, то есть точно не наши. Наши точно нет. Штраф будем вешать на них. Или, может, Никита, кстати, головой мог зимой зацепить. Или шею. Или, ну, головой, скорее всего. Потому что, а мечом точно я видел никто, точно никто не разбрал. Поводом же всего мероприятия был Международный день борьбы с ВИЧ-инфекцией. Да-да, вот уже 28 лет именно первый зимний день является напоминанием остановить распространение ВИЧ-инфекции и СПИДа. На протяжении всей встречи каждый желающий мог проконсультироваться у специалистов и сделать экспресс-тест. Ну, а после официальной части состоялась автограф-сессия и фото на память любимым футболистам Динамо или БТ. Тут уж зрители были вправе выбирать сами. Все остались довольны, и наши преданные болельщики, которые ушли домой не с пустыми руками, и даже те, кто с футболом сильно не знакомы. Некоторые работники центра, например. Раньше я очень увлекалась футболом. За кого болели? Когда еще в школе училась. Болела я за Реал Мадрид. Сейчас уже, конечно, футбол я не смотрю, времени мало. Поэтому, к сожалению, не всех футболистов знаю в лицо. Мне все понравились. Мне все-таки, наверное, белые были получше немножко. Как вы считаете? Мне понравился Динамо Моша. Динамо Моша? Динамо Моша, да. То есть пригласили бы его на свидание? Да. Было сложно, было тяжело. Но я собрал всю волю в хвост, в зубы и вырвал победу. То есть Динамо сегодня победила БТ? Конечно победила! Что за вопрос? Что за вопрос?